Девушки отдыхают Они оба являются важными тренерами в моей карьере, не могу никого из них выделить Ювентус или Аталанта? Ювентус Снова возглавить Спартак или быть помощником в Ювентусе? Тренировать Спартак Зенит или Торино? Ни та, ни другая Шалимов или Заваров? Заваров Максим, это интересно Паста с кетчупом или пицца с ананасами? Ни та, ни другая Я такого себе не позволю И если очень голодный, вы нам нужно одно выбрать? Паста с кетчупом Тогда макароны с кетчупом Любимое русское блюдо? Борщ Водка или вино? Вино Сколько матчей РПЛ видели в этом сезоне? Зеро Ноль У вас есть шанс обменяться телами с одним тренером на один день С кем поменялись бы? С Антонио Конте Одна история, которая убедила вас, что Конте сумасшедший Мне рассказывал Карлос Тевис, что когда они поехали на переговоры в Лондон, сидели Маротто, Конте, Тевис Конте взял Тевиса, отвел вас в другой столик, и они три часа сидели, и он на тарелках, ложках, вилках ему говорил о тактике Ювентуса Три часа, и после этого Тевис Калл, ты сумасшедший Какой случай был у вас? Он ничего сумасшедшего не делал при мне, он всегда был убедителен в том, что хотел от игроков, от команды, я думаю, это и есть его настоящая сила Вам постоянно звонят за комментариями журналисты из России, кто самый любимый из них? Нобель Нобель Граци Одного русского тренера оштрафовали за мат в адрес судей, который подслушали в коридоре у раздевалок Как вы считаете, за такое надо наказывать? Я думаю, что тренер, так же как и игроки, должен давать пример, я думаю, что возможно это правильно Подарки, подарки, три тысячи Всем раздаем Здравствуйте Здравствуйте Так, это вам, пожалуйста Спасибо Проходим дальше Дальше Бундеслига, хотите поднять интерес к просмотру Бундеслиги? Бундеслига Подожди-ка Да Бундеслига? Бундеслига Вы знаете Мастовова? Александра Мастовова, который сельдь играл? Да А вам важны его слова как эксперта? Я считаю, что да, он играл на европейских аренах, его слова имеют определенный вес Он говорит, что хороший тренер обязан иметь хорошую карьеру игрока Вы с этим согласны? Нет, здесь я не соглашусь Мы можем привести пример Саки в Милане, он не играл в футбол, но стал выдающимся тренером Массимо, лучший итальянец в истории России? Я Папеле, ответ нравится Лучший игрок вашего Спартака? Их было несколько, но если надо остановиться на одном из них, я думаю, это Луис Адриано Была такая книга, очень популярная в России, Игорь Бенер написал давно еще про Спартак, двухтысячных Назывался «Как убивали Спартак в свое время» Как вы считаете, книга «Как развалили Спартак карьеры» может быть написана? Я думаю, что каждый может писать и говорить все, что хочет Не вижу причины, почему он не мог написать такую книгу Массимо, если в Тушино захотят назвать улицу вашу честь, вы согласитесь или откажетесь? Я бы гордился этим Как в Италии смотреть матчи РПЛ? Это возможно вообще? Да, я думаю, с помощью каких-то каналов в интернете можно найти РПЛ Взяли бы в себе в штаб тренерский Мастаова или Глушакова? Я считаю, что людей в своем штабе нужно чуть ли не интимно, скажем так, знать То есть нужно являться друзьями, быть очень близкими людьми И они мои друзьями И они очень хорошо Массимо, трое русских, которые прямо сейчас готовы играть в серии А Несмотря на матчи РПЛ, мне сложно сейчас выделить российских игроков, которые могли бы заиграть в серии А Три вещи в России, по которым скучаете в Италии больше всего Я скучаю по всем вещам из России Скучаю по любви болельщиков, всех тех людей, которые меня уважают и любят здесь Безусловно, мне не хватает холода Я предпочитаю холод в жаре И безусловно, мне не хватает атмосферы стадионов Массимо, у вас была потрясающая карьера в России Выиграли чемпионат, суперкубок и показали, какой вы крутой тренер Почему у вас не получилось этот успех развить в Италии? В Италии у меня не было возможности начать с нуля С какой-то командой Сейчас с Асколи за последние 9 матчей Тоже это не вышло с Барри Я начал работать в середине марта Не было команды, с которой бы я начал с нуля Массимо, вы часто приезжаете в Россию И тепло о ней отзываетесь О нашей стране Вам хоть раз за это предъявляли в Италии? Вообще, как бы вы описали отношения там, к России сейчас? Нет, никто никогда не предъявлял Я повторюсь, я думаю, что каждый свободен говорить и думать все, что хочет Я не думаю, что можно противоречить человеку, который говорит о том месте, где ему хорошо Массимо, в Италии сумасшедшие фанаты Дифози, все про них знают Вы играли за много разных клубов, в том числе Вивентус Был случай, когда фанаты вас вергли, вас, ваших партнеров, прям в страх? Да, были эпизоды, когда дела шли не так Когда я был в баре, когда был в Вивентусе В каждой команде, если что-то идет не так, болельщики, конечно, требовательные и создают некое давление Но был случай, когда вам реально было страшно? Нет, страшно не было Но какого-то рода боязни было Потому что когда ультрас приходят общаться, соответственно, они не приходят вдвоем Их приходит несколько десятков, и определенное давление ощущается Массимо, представим Вы в новом сегодня возглавляете команду РПЛ Неважно какую И Промес возвращается в Россию Вы взяли бы его в свою команду после всех его приключений? Я бы, безусловно, с ним пообщался Чтобы понять вообще, что у него на душе Чтобы понять разные вещи Но если говорить о нем как о игроке Безусловно, он стоящий игрок Массимо, любимое русское матерное слово? Да, это популярно Когда вы вернетесь работать в Россию? Как только кто-то меня захочет здесь, в России Я бы вернулся с большим удовольствием Лучший тренер в мире прямо сейчас? Я думаю, на данный момент это Гвардиола Когда Спартак станет чемпионом в следующий раз? Здесь сложно сказать Я не волшебник Я надеюсь и в следующем сезоне Три топовых качества Станковича-тренера Я с ним не особо знаком Как с тренером Я знаю, что он выигрывал три чемпионата Я думаю, что он является серьезным тренером И сможет добиться результата Массимо, Москва или Милан? Там тоже холодно Летом в Москве, а зимой в Милане Чего сейчас не хватает Спартаку, помимо вас? Повторюсь, я не смотрел матчи Я не знаю, если здесь есть нюансы в организации Или дело в игроках Я не могу конкретно высказаться По этому поводу, почему они не могут победить чемпионат Массимо, вы хотели бы сами поиграть в медиалиге в качестве игрока? Мне бы вообще хотелось бы поиграть еще Но мое тело мне уже не позволяет Лучше сесть на лавку и тренировать Я сейчас не знаю, какое правило касательно легионеров сейчас Соответственно, надо это обязательно соблюдать Я думаю, это одна из самых сложных деталей Актуальный вопрос, Массимо Нужен совет Где самая вкусная паста в Москве? Есть много ресторанов Но я не буду никому рассказывать Потому что я-то только я буду ходить А у кого из футболистов лучший вкус, стиль в мире? Не знаю Зависит от стиля Кому какой стиль нравится Есть много игроков, которые одеваются Немного странно Как стиль, например, мне нравится у Бэхана Какой тренерский подход для вас наилучший? Деспотический или демократический? Я думаю, здесь нужно найти золотую середину То есть не демократ, не диктатор Надо миксовать Каждому игроку нужен свой подход Массимо, у вас прекрасная семья, супруга, дочери Как найти баланс между семьей и работой? Да, конечно, работа забирает много времени Я, конечно же, как делал это всегда Я не приношу работу домой Когда что-то не так Если есть какие-то проблемы на работе Я стараюсь всегда приходить домой Не обсуждать свою работу Чтобы не создавать давление в семье Что важнее для успеха? Талант или трудолюбие? Я думаю, очень важно хотеть работать Потому что только за счет таланта Не всегда возможно достичь вершин Массимо, и последний вопрос О чем мечтает Массимо Каррера? Я никогда не думал об этом Я не смотрю слишком далеко вперед Я обращаю больше внимания на настоящее время Мне бы хотелось вернуться тренировать Я буду ждать начала сезона, чтобы вернуться к работе Массимо, граци миле Я был очень-очень рад вас видеть в Москве Надеюсь, скоро увидимся вновь Спасибо, я тоже очень рад встретить тебя вновь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok